Олдскульный интернет-маркетинг дает сбой, больше не работает так, как прежде. И вот о том, что вам нужно изменить в своем маркетинге сейчас, чтобы привлекать клиентов, зарабатывать больше денег, я расскажу именно в этом видео. Всем привет! С вами Кир Уланов, компания Marketing Gamers. И давайте разберемся, почему старый интернет-маркетинг работает все хуже, почему вы бесконечно вкладываете деньги в какие-то рекламные каналы, а результат у вас, мягко говоря, стоит на месте. Давайте разберемся, как выглядит система привлечения клиентов у 90% бизнесов вот именно сейчас. Вы настраиваете, запускаете рекламную кампанию продукта в интернете, и вот на эту рекламу реагирует определенное количество людей. Они переходят на ваш сайт или на лендинг-пейдж, где видят ваше, например, предложение, там, может быть, подписаться или купить какой-то продукт. Но вот из тех людей, которые кликнули на рекламу и перешли на сайт, только в лучшем случае 2-3-4% оставляют контакты, при этом 95-97% целевой аудитории просто уходит, и только пятая часть тех, кто оставил контакты, в итоге приобретает ваш продукт. И вот если говорить о цифрах, то картина выглядит следующим образом. Предположим, у вас есть рекламный бюджет 1,5-2 тысячи долларов, и вот за эти деньги вы привлекаете плюс-минус 10 тысяч пользователей на свою продающую или подписанную страницу. И вот из этих 10 тысяч только 300-400 человек реагируют на предложение, оставляют заявку или там оставляют свои контакты. Подписчик стоит примерно 4-6 долларов, из тех, кто оставил заявку или подписался, в итоге покупает 45-65 человек. То есть клиент обходится бизнесу 25-30 долларов, в некоторых случаях 50-70 баксов. Соответственно, у олдскульной маркетинговой системы есть целый список серьезных проблем, которые мешают вам зарабатывать больше. Во-первых, 95% привлеченной аудитории, за которую вы уже заплатили деньги, они безвозвратно уходят, поэтому вы сливаете кучу денег впустую. Во-вторых, вы привлекаете, скажем так, мягко говоря, одноразовых клиентов, то есть люди совершают единоразовую покупку за низкий чек и пропадают навсегда. Это ваши недозаработанные деньги. В-третьих, стоимость нового подписчика, нового клиента, она постоянно растет. И вот чтобы избежать спада продаж, приходится из месяца в месяц увеличивать рекламный бюджет. Это лишь основные косяки старой системы. И нет смысла перечислять их все, я думаю, что суть вы уловили. А теперь давайте разберемся, что вам нужно изменить в своем маркетинге, в своей системе при лечении клиентов, вот уже прямо сейчас, чтобы зарабатывать в 2-3 раза больше денег. Давайте с вами разберемся, что же из себя представляет современный интернет-маркетинг. Ну, это в первую очередь построение лояльных отношений с целевой аудиторией с момента первого касания и до повторных покупок. Интернет-маркетинг – это построение отношений с целевой аудиторией. Пожалуйста, себе это где-то зафиксируйте, потому что впарить продукт с помощью кричащей вездесущей рекламы – это не про отношения с аудиторией, это не про маркетинг. Чтобы клиент не только пришел в ваш бизнес, но и остался с вами, остался на долгий период времени, чтобы он совершал повторные покупки, с ним нужно работать на каждом уровне касаний от знакомства до повторных покупок. И сейчас я говорю о создании маркетинговой автоворонки. А вот что такое автоворонка-продаж, я уже рассказывал в одном из предыдущих видео на моем YouTube-канале. Ссылку на это видео вы найдете в описании, чуть ниже. В общем, построение отношений с целевой аудиторией равняется маркетинговой автоворонкой. Если кратко, то автоворонка состоит из трех базовых уровней – это привлечение, удержание и возврат ушедшей аудитории. И мы разработали 12-фазовую модель маркетинговой автоворонки, которая минимизирует потери целевой аудитории на каждом из этих уровней. Выглядит она именно вот так. Вы прямо сейчас на экране видите 12 последовательных этапов взаимодействия с клиентом. Именно прогрев, доступ, вовлечение, сегментация, продажа, модель потребления, новые решения, информационная поддержка, сегментация, перевовлечение, реанимация и чистка. И если вспомнить ту маркетинговую систему, которую мы с вами рассмотрели в самом начале этого видео, то становится очевидным, почему она уже не работает так, как работала раньше. Потому что олдскульный маркетинг нацелен на привлечение аудитории, а не на создание лояльных отношений, на удержание и на возврат тех, кто перестал взаимодействовать с вашим бизнесом. И вот еще один важный момент – это эффективность маркетинговой автоворонки. Потому что именно эффективность определяет четыре ключевых фактора. Это то, что вам нужно проработать, чтобы сделать свой маркетинг более результативным и, разумеется, прибыльным. И вот эти факторы – первый – это продуманная бренд-платформа бизнеса. Это ядро, именно основа вашего маркетинга, без которой вы не сможете выстроить эффективную систему привлечения клиентов. Давайте посмотрим, что входит в бренд-платформу. В нее входит определение ключевых конкурентных преимуществ, разработка большой идеи, миссии, ценностей. Бренд-платформа в целом – это содержание компании, это причины, по которой человек должен выбрать именно вас, именно ваш продукт, а не продукт ваших конкурентов. И вот бренд-платформа, она делает ваш маркетинг целостным, помогает в построении лояльных отношений с целевой аудиторией, по сути, влияет на узнаваемость компании и ее продукты. Второй фактор – это знание своей целевой аудитории, именно понимание, кто ваш клиент, кому конкретно вы продаете свой продукт. И вот именно это понимание позволит вам делать эффективную рекламу, писать убедительно продающие тексты и правильно упаковывать продукты, при этом выбирать эффективные рекламные каналы и так далее. Вы поймете, как взаимодействовать со своей целевой аудиторией, чтобы она реагировала на ваше предложение нужным образом, ну, разумеется, покупала у вас ваши продукты, много и часто покупала ваши продукты. Третий фактор – это продуктовая линейка. Это логически правильно выстроенная цепочка продуктов, в том числе и контентных, которые позволяют удовлетворять потребности вашей аудитории на разных этапах взаимодействия. Суть продуктовой линейки в том, чтобы предлагать людям продукты по возрастающей шкале, от бесплатного или там самого дешевого до самого дорогого продукта компании. Четвертый фактор – это технология. Потому что эффективный интернет-маркетинг – это гибкий интернет-маркетинг. Все логично. Результаты бизнеса сегодня напрямую, вот реально напрямую, зависит от того, насколько быстро вы реагируете на изменения рынка, на изменения поведения вашей целевой аудитории. И вот в этом нам помогают диджитал-технологии. Это касается не только использования аналитики, ретаргетинга, различных рекламных инструментов. Также важно внедрять удобные для интернет-аудитории каналы коммуникации, например, мессенджеры. Но диджитал-технологии и использование маркетинговых автоворонок в тех же мессенджерах – это тема для отдельных видео. На этом у меня все. Ставьте палец вверх, если вам было полезно. И подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что именно здесь я делюсь практическими маркетинговыми решениями для увеличения прибыли вашего бизнеса. С вами был Кир Уланов, Marketing Gamers. До встречи в следующих выпусках. Пока.